Курение делает человека лентяем. К таким выводам пришли бразильские ученые. А все потому, что курильщики меньше двигаются. Им просто не хватает сил и энергии что-либо делать. А еще они склонны к депрессии. Вот знал бы Петр первый 318 лет назад, разрешая продажу табака. Вот к чему это все приведет. Наталья Жукова о том, как менялась табачная история. Эх, батюшка, царь Петр, подумай, да волю свою отмени. Табак в Россию не ввози. Видать, не нашлось в отечестве человека, который смог бы такое сказать Петру Первому. А потому потянулись в Россию матушку караваны заморские с диковинным снадобием по цене космической. И уже при Екатерине Второй проведение времени за табаком стало чуть ли не самым популярным видом досуга. Мы нюхали табак. Причем мы нюхали из тысяч великолепнейшей работы табакерочек. И эти табакерки, они до такой степени уводили в сторону. То есть это могла быть не только табакерка функциональная, это могла быть мушница для мушек, это могла быть хранительница сладких карамелек. Украшали такие табакерки золотом и драгоценными камнями. Говорят, Екатерина Великая хоть и любила нюхать табак, но все же не решалась курить трубку. Это увлечение в Россию принесли победители Наполеоновской войны. Считалось, что трубка сразу же делала человека взрослее и показывала его определенный социальный статус. При этом при дамах и детях курить считалось неприличным. В музейном комплексе хранится множество вещиц, связанных с табаком. Например, изящные чугунные пепельницы. С самыми разными сюжетами, разные по назначению, потому что мы по рисунку, по орнаменту можем увидеть, что какую-то пепельницу ставили на карточный стол, потому что на ней изображены карточные масти и какие-то сюжеты, связанные с игрой. Вторые отражали новые тенденции в жизни людей. Например, появление автомобиля. Третьи осуждали вредные привычки. Сюжет вот этой напоминает любителям пышных застольев. Пей, да не напивайся. Такие пепельницы выпускал и завод купца Машарова, который сам якобы не курил. Николай Дмитриевич Машаров был положительным человеком, основательным человеком, с такими крепкими корнями и традициями. И осуждал некоторые излишества. Кстати, в 19 веке наравне с пропагандой табака существовала и антиреклама. Ведь в то время табак уже прочно вошел в привычки из самых простых людей. Зачастую не имея возможности покупать дорогущее снадобье, сами его выращивали. Затем сушили и с помощью вот такого нехитрого устройства секли листья и крутили самокрутки. Для этих целей в продаже имелась специальная тонкая бумага. Она тоже была не каждому по карману, потому козьи ножки крутили из газет. А по-настоящему бороться с пагубным увлечением в России стали лишь в 21 веке. Наталья Жукова, Алексей Красных, Тюменское время.